В прошлом выпуске удачных заметок самарский селекционер рассказал об известных осенних сортах местной селекции. Сегодня внимательно рассмотрим новые сорта яблонь, которые с каждым годом завоевывают признание садоводов всего по лужи. Мы с селекционером разложили в саду импровизированную скатерть-самомбранку. Здесь представлены осенние сорта, о которых я попрошу вас, Анатолий Александрович, рассказать, где какой. Одним из первых созревает яблоко вишневое. Видите, у него две белые точки, вкусовое качество очень хорошее. А почему вишневое? Он не хранится. Это сорт говядина Мичуринская. Не похоже, он на вишню, наверное, немножко похож. Ух ты, а мякоть у него, какая красивая. Запах есть. Оно пахнет. Сладкий, вкус хороший в этом сорте. У него вишневый привкус. Ну да, сейчас. Сейчас как раз время у него, в общем-то, созревание практически. Очень ароматное яблоко. Орловский институт садоводства подарил целое семейство яблонь, которые успешно прижились на самарских дачах. Знакомьтесь, орловская полосатая. Сорт этот тоже распространен в садах по Волжии. И довольно зимостойкий он. На слаборостную подвое быстро тоже вступает плодоношение. Видите, красивые плоды очень. Мякоть белая. Вкус вначале кисловатый, а потом он становится очень вкусный, кисло-сладкий вкус. Вот рождественская. Новый сорт выведен в Орле. Видите, очень крупные плоды. Но я бы не сказал, что он ранне-синий такой. Он поздне-синий и ранне-зимний. Вружай хороший у него. Последние годы показывают у нас и у садоводов любители он распространенный. Еще один сорт – кандиль орловский – в последнее время все чаще встречается в наших садах. Если сравнить с жигулевским, с нашим, больше сравнить можно с этим жигулевским. А устойчивость какая к болезням у него? Это он также устойчив к парши. Более устойчив? Можно не обрабатывать. Это в последнее время он получил распространение у садоводов любителей. Из новинок, выведенных в жигулевских садах, селекционер представил плод скифа. Сорт уже несколько лет на госсортоиспытании. Возможно, через 10 лет у всем известного спартака появится серьезный конкурент. Вот видите, он очень похож на спартак на наш. Да, похож. И родители у него один спартак. Но чем преимущество этого сорта в том, что он на дереве сохраняться дольше. То есть не осыпается дольше. И период хранения у него не осенний, а такой получается осенний-зимний уже. Еще одна новинка – янтарь самарский. Быстро вступает в плодоношение, урожайный, а главное – гипоаллергенный. В этом году самарский янтарь отправляется на госсортоиспытание. Поэтому его пока не купишь в виде саженцев. Он у нас получен с японским сортом скрещен. Вот, значит, скрежапель с японским сортом, с одним. Видите, японский сорт, тот получен с участием Golden Delicious. Вот признаки этого Golden Delicious здесь проявляются. Это то, что вкусовые качества, как вы знаете Golden Delicious, очень приятный вкус. Но недостатки тоже его же, этого Golden Delicious здесь есть. При низкой относительной влажности он может вянуть. Он вянут, то вянет, но вкусовые качества остаются очень хорошими. Селекционер отметил, что осенние сорта разделяются на поздние и ранние. Первыми созревают анис, жигулевское, вишневое. Как раз они раскрывают свой вкус сразу после сбора. Некоторые поздние осенние сорта с дерева сразу не раскусишь. Они твердые, медленно поспевают в корзинах через несколько недель после сбора. К таким яблокам относятся Спартак, Орловская полосатая лоба.